Дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, слава Богу, что мы можем быть участниками этого служения. Действительно, верный человек богат благословениями, но верность с чего-то начинается. И вот мне поручена тема говорить о верности в хранении чистого сердца. В Библии, в 1 Тимофея, послании Тимофея, 5 глава, 22, написано «Храни себя чистым». Верность в хранении чистоты сердца. Я помню, когда мы переехали в Канске, наверное, на первых годах к нам домой приехал миссионер из Юара, это Южноафриканская республика. Ну, такой большой дядечка, ну, не сильно черный, но с ним была переводчица. Похоже, неверующая. Он ее нанял, потому что сам по-русски не разговаривал, на английском языке он разговаривал. Ну, и, в общем, мне дали понять, что они с дороги давно уже не мылись, в общем, нужно что-то душили. Мы бы растопили баньку. И она просилась спать, сильно устала, а он помылся, выходит из бани. Вот, похоже на футболиста, в таких шортах зеленых, в колготках, не в колготках, а в этих, в гольфах до колен зеленых. И такой радостный, и хочет меня отблагодарить, и говорит, говорит, I claim, I claim. Я не понимаю. Ну, хотя я английский учил, что-то как-то не включился. Значит, и потом он побежал-побежал к своему чемодану, достает, значит, словарь англо-русский, искал-искал, нашел, и потом кричит, я чистый, я чистый. Ну, я понял, что это благодарность в высшей степени, что теперь он, ну, может спокойно спать, тело дышит. Я думаю, друзья, мы тоже сюда позаботились, чтобы приехать, ну, опрятными, да? Ну, нету никого растрепанных, все причесались, причесочки хорошенькие, значит, рубашечки поглаженные. Вот так, я помню, как на браке дарят машинку швейную молодожену, мы говорят, вот вам машинку швейную дарят, ну, больше это для жены подарок, чтобы твой муж ходил не рваный, а зашитый. Ну, все зашитые, нирванные, да, вот такие вот, опрятные, одним словом. Но, друзья, важно ли только, чтобы мы были такими? Можно нарядиться еще лучше, да? И чистеньким, и опрятным, и по мне могут судить, какой я. Но Бог смотрит не на лицо, Бог смотрит на сердце. И в притчах 4, 23 написано «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Больше всего хранимого. Мы должны заботиться о своем сердце. Ну, конечно, о чистоте своего сердца. Мы все родом из детства. Ну, кто-то в христианской среде воспитывался, да? И мы помним эту песню детскую. «Тает время быстрое, как вода в горсти, нужно сердце чистое в небо донести». Помним, мы детей привели к реке, набирали в горсть воду, и надо было там две группы наносить какой-то сосуд, кто больше наносит. Ну, а вода просачивается сквозь пальцы, и нужно так, чтобы побольше донести этой воды. И нелегко, друзья. Ну, конечно, азарт, спешка такая, ну, все-таки получалось. Но у нас не просто вода в горсти. Нам нужно сердце чистое, неразбитое сердце. Чистое, незамаранное, донести до неба. Добрые вещи нужно заносить в дом. Ну, вот, например, это рояль. Я думаю, сколько нужно человек, чтобы занести было ее вот на это место поставить? Ну, не менее четырех, да? А то и больше, наверное, да? По весу она нелегкая. Вот добрые вещи нужно прилагать усилия, чтобы занести в дом. А пыль и грязь сама тащатся, да? Сама тащатся. Мы бы не хотели, чтобы она сюда в дом нам приходила, навели уборочку, и чтобы подольше было чисто. Ну, почему-то даже в закрытую квартиру со временем приходим, и пыль. Ну, и если люди это замечают, я помню, моя жена работала в детском саду, то заведующая ходила, ватку намочит спиртом, и ходит, и так на шкафу раз, протрет. Так это что? И там какие-то щели проверяет, чтобы все было чистым. Друзья, а пыль и грязь сама тащатся через всякие щели. И, знаете, не только потому, что это пыль и грязь сама, да? Есть конкретный враг душ человеческий, который заботится о том, чтобы грязь, заморать наше сердце грязью, чтобы эту грязь занести в наше сердце. Так и уже мы слышали, да? Пришли Сыны Божьи, и пришел Сатана, чтобы обокрасть, чтобы заморать, какую-то мысль, спасать не вовремя. Ну, я помню пример такой, это было в Германии, как один брат верующий, что-то скучно ему стало, и он решил телевизор себе купить. И позвонил в магазин, оплатил, и доставку оплатил. И вот заносит ему такую огромную коробку в дом, и он даже немножко посторонился, чтобы вот эти грузчики занесли эту коробку с телевизором через двери. И так он смотрит со стороны, а там такая реклама на коробке. «Мы заносим в ваш дом весь мир!» И он так испугался. Написано, не любите мира, не того, что в мире, а здесь в дом ваш весь мир заносят. И он говорит, подождите, подождите, ребята, пожалуйста, назад, назад выносите. Я оплачу, все, за обратный путь, только уносите отсюда. Ну, вовремя спохватился. Братья и сестры, может быть, нам не нужны теперь грузчики, чтобы в наше сердце могли занести весь мир. Просто в кармане телефон лежит, да? Он не настолько тяжелый, но дьявол может позаботиться, что весь мир занесут в мое сердце. И помните, Петр, апостол Петр Анании говорит, это в Деянии Святых Апостолов. Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль? В другом стихе написано, для чего ты положил это в сердце твоем? Братья и сестры, мы ответственны. Никто не видит, что у меня в сердце, какое оно, да? Бог знает, и я знаю. И вот для чего ты допустил сатане что-то внести в твое сердце? Для чего ты положил это в твоем сердце? Мы несем прямую ответственность за то, что в нашем сердце. И я несколько мест перечислю. Апостолы говорят в послании о том, что может быть в сердце. Иаков 3.14 В вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость. 2 Петра 2.14 Сердце приучено к любостяжанию. Ну, по-другому. Мне, мое, для меня, и все вот под себя, да? Я люблю стяжать все для себя. Сердце приучено. Римлянам 1.21 Омрачилось несмысленное их сердце. Сердце омраченное, несмысленное. От кого это зависит? Матфея 13.15 Написано Огрубело сердце народа, Ибо И с ушами с трудом слышат. Оказывается, наш слух тоже зависит от сердца. Почему? Грубое сердце, нечувствительное. Братья и сестры, мы ответственны за наши сердца. И, может быть, мы вспомним, Что когда-то оно именно такое у меня было. Грубое, несмысленное, Омраченное, Приученное к любостяжанию. Или Сегодня, может быть, оно остается в таком состоянии. В Псалме 72, 13 стихом, Мы читаем Псалом Асафа. Кстати, он начинается так. Как благ Бог к Израилю? К чистым сердцем. Бог тоже очень реагирует на состояние сердца человека. И Он особо благ к тем, у кого сердце чистое. И Он говорит, этот Асаф, а я? Я чуть не подскользнулся, чуть не пошатнулся. Он посмотрел на всех людей, как они живут. Ну, не напрягаясь, живут. И вроде как страданий им нет. И Он как бы сам себя пожалел. Такие слова здесь написаны. Так не напрасно ли я очищал сердце мое И омывал в невинности руки мои И там написано Всякий день, Всякое утро Я омывал в невинности руки мои И очищал свое сердце Всякий день, Всякое утро Наша тема, чтобы нам не уходить от нее Верность в хранении Чистоты сердца 1 Парапиминон 29.17 Написаны такие слова, друзья. Этот стих отвечает на вопрос Для чего вообще мне нужно сердце чистое? Зачем оно мне? Может быть и так можно прожить, Как многие в этом мире живут? Не заботясь об этом. Вот Давид такие слова говорит Знаю, Боже мой, Что ты испытываешь сердца И любишь чистосердечие Я от чистого сердца моего пожертвовал все сие Господь любит чистосердечие И это знание нам Господь дает. Когда мы что-то сделали плохое, мерзкое, да? Как на сердце у нас, друзья? Ну так же, мерзко, плохо. А когда что-то хорошее получилось, Как у нас на сердце? Радостно. Потому что если сердце наше осуждает нас, То коль ми паче Бог. И Бог любит чистосердечие, А все грязное, он все греховное, Бог ненавидит. И есть такое место, Сохраняйте себя в любви Божьей. Если Бог любит чистое сердце, Как мы должны жить? О чем мы должны стараться? Конечно, чтобы мое сердце было чистым. Матфея 5,8, это из блаженств, Блажены чистые сердцем, Ибо они Бога узрят. Значит, если Бог любит людей с чистым сердцем, То вот именно только эти люди, У которых сердца чистые, Которые заботятся о своем чистом сердце, Им будет дано такое право увидеть Бога. Еще, эти люди имеют дерзновение Входить в освятилище. Друзья, мне недавно пришлось побыть в Абхазии, И был я в Новоафонском монастыре. Ну, я этот монастырь видал только на картинках. А теперь воочию увидел, Ну, и сам вовнутрь я с самого зала не попал, Но я был в преддверии. Мне некогда было туда пройти, Ну, и я и сильно не был настроен. Но я видел, как люди приходят туда, В походной одежде. В частности, женщины в брюках, Такие все разукрашенные. А там вешалки стоят, Большие платки вместо юбок, Они заворачивали себя на талии и булавкой. А маленькие платки, такие, Ну, покрывало на голову. И вот они оденутся и идут туда. А почему так они идут? Ну, во-первых, туда не пускают по-другому. А во-вторых, ну, там же Бог, Там же святое место. Потом они выходят, Все это снимают, И выходят на улицу, Там уже Бога нет. Там уже можно ходить, как хочу. Братья и сестры, я так думаю, Есть ли идолопоклонники, Которые кланяются, может быть, иконам, И всему такому ритуалу. Они вот так как бы себя прихорашивают, Чтобы перед Богом предстать В надлежащем состоянии. Какие должны мы быть? Во святилище не пускают Тех, кто не заботится о состоянии сердца. И так написано, Имея дерзновение входить во святилище, Да приступаем с искренним сердцем, С полной верою, Краплением очистив сердца От порочной совести. Господь хочет, чтобы мы имели дерзновение. Но это зависит от нас. Будем ли мы любить чистоту сердца? А для этого нам нужно проверить свое сердце. Нам нужно знать, в чем очищать его, да? И каким средством очищать. Друзья, все благословения, Как написано, Верный человек богат благословениями, Начинаются с чистоты сердца. Помните, Даниил Положил в сердце своем Не оскверняться. Яствами со стола царского, да? Кажется, ну это же пища входила не в сердце, А в желудок. Да, но он так был научен, Что он понял, что Оно может повлиять на его сердце. И поэтому он лучше не будет кушать все эти явства. И знаете, он не был трудным человеком Для вот этого надзирателя, который там был. Он бы мог встать в позу, Показать свои амбиции и сказал, не буду. И протест такой, да голодовку объявить. Нет. Он говорит, я не могу это кушать. Вот этот надзиратель, он говорит, Ну ты меня сделаешь виновным перед царем. Мою голову виновным. Даже, может быть, и могла быть казнь За неисполненное царское поручение. А он говорит, давай сделаем опыт. Вот ты мне будешь давать овощи, А брать эти явства. Ну я так понимаю, что там было? Там вино было со стола царского, Шашлычок. И он от этого всего отказался. А брал овощи и воду. И, друзья, и оказалось, Через 10 дней он стал выглядеть лучше, Чем все остальные, Кто питались царского стола. Ну и друзья его поддержали в этом. Я хочу сказать, что человек верующий, Он не будет неудобный для окружающих. Наоборот, через его Правильное состояние сердца Бог прославляется. И многие люди Вот слышат и видят Это свидетельство о Боге. Поэтому Даниил положил В сердце своем не оскверняться. И у нас есть такое доброе свидетельство, Что мы можем людям этим, Вот окружающим нам, Как бы заявить, Что вот состояние сердца чистого, Оно не просто Богу нравится, Оно приятно самому. Мы испытываем такое чувство, Которому не всем дано испытать. Это верность. Верность Богу. 2 Коринфянам 5.12 Здесь так написано, «Дабы имели вы, Что сказать тем, Которые хвалятся лицом, А не сердцем». Конечно, Могут же нас обозвать и святоши, И там еще по-другому, Да как-то, Что, в общем, Если мы боимся, Посмеяться над нами, Что Вова боится он грязи. Ну, мы видим, Знаем такие надписи, да? Например, на машинах. Танки грязи не боятся, Грязь грязи не липнет. Ну, кажется, Если ты замаран, Чего уже бояться, да? Братья и сестры, Мы должны бояться, Потому что на белой одежде Очень отчетливые видны отпечатки, Которые порой дьявол хочет оставить. Отпечатки его пальцев, Его взгляда. И вот это все мы должны беречься. И, конечно, Для оскверненного уже нет ничего чистого, да? Ибо осквернены и ум, и совесть их. Так написано. А для чистого? А для чистого нужно, Чтобы хранить себя Даже от мелких грехов, Которые могут повлиять потом К плохому. Я думаю, что мы все, Так нас и в Библии называют, Нет праведного ни одного. Все грешники, все согрешили, Все лишены славы Божьей. И мы знаем, что такое, Когда на сердце есть отпечаток. Какой-то тени, да? Или какой-то грязи. И как это неуютно. И даже бывает иногда В кругу друзей Хочется радоваться по-настоящему. А дьявол говорит, Постой, А ты помнишь, что у тебя там Есть спрятанное. И как будто бы кто-то В нашем сердце лампочку выключает Или выкручивают. Все радуются, а мы грустим. Почему? Потому что есть то, Что нас лишает радости. Вот эти отпечатки На нашем сердце, Они не дают возможности Свободно радоваться. И поэтому, братья и сестры, Кто грешит или умеет грешить, Тот должен уметь и каяться. Псалом 50, 12. Псалмопевец Давид Такие слова говорит в этом псалме. Сердце чистое сотвори во мне, Божий, И дух правый обнови внутри меня. Сердце чистое сотвори во мне, Божий, И дух правый обнови внутри меня. Только Господь знает, в чем мы виновны. И мы знаем, да? И поэтому мы можем Богу исповедовать Наше состояние. Можно здесь каяться для того, Чтобы наше сердце стало чистым. Потому что только кровь Иисуса Христа Очищает нас от всякого греха. И пока мы живем и в теле, Сын Человеческий имеет власть На земле прощать грехи. Так написано. Братья и сестры, Что нужно делать для того, Чтобы нам как бы иметь гарантию Вот чистоты. Чтобы нам не жить вот такой жизнью. Грешу и каюсь, каюсь и грешу. Я думаю, все вот такие шишки набивали, да? И потом уже какая-то, Какая-то обреченность появляется. И даже депрессия. Что, а какая польза от покаяния, Если потом я опять грешу или мараюсь. И дьявол действительно заботится о том, Чтобы когда увидеть, Вот увидит человека чистым, Христианина вот в белых одеждах, Он хочет как-то особо замарать. И я скажу, что, друзья, Все рекламы мирские, Они даже не для мирских, Они их не читают. Это порой уловки И сети для верующих, Порой неопытных, Которые вот идут и смотрят во всех глаза, Чтобы что-то интересненькое увидеть. Как мы должны к этому относиться? Притча, 7 глава, 6-7 стихи, Здесь написано так. Смотрел в окно я, Смотрел в окно дома моего, Сквозь решетку мою. Смотрел из окна дома моего, Сквозь решетку мою. И видел там неопытного юноши, Который шел через площадь, И он шел прямо в дом греха. Братья и сестры, Нам приходится смотреть в окна. Иначе нам, Ну, надо выйти из этого мира. Или надо глаза закрыть, да, совсем. Нам приходится смотреть в окна. Бывает, эти окна в телефонах есть. Вот в какое окно мы смотрим? Но в этом окне должна быть Обязательная решетка. Для чего? Какой-то фильтр. И об этом должны позаботиться не кто-то, А мы сами. Чтобы нам не вывалиться из этого окна, Не упасть, Не замраться, Или даже не разбиться. Или вот Другая как бы сторона. Аввакум 2.1 Написано. На стражу мою стал я, И стоя на башне, Наблюдал что, Чтобы узнать, Что скажет он во мне. Это наш слух. Это тоже двери, Куда могут проникать Всякая нечистая информация, И морать наше сердце. И вот я на страже был, Чтобы наблюдать, Что Господь мне скажет. Настроить свой слух Именно на волну для Господа. А все остальное, Вот эти все мирские, Музыку и мелодии. Вот мы поем такую песнь, Струн души рука Христа касается, И там такие слова. Я расстался раз С мирскими взглядами, И навек принял твою любовь. Вот хорошо, Когда мы расстались с этим. Но если вдруг, Если вдруг Что-то и случается, То мы знаем, Как мое сердце очищать, Как осав, да? Не напрасно ли я очищал сердце мое? Всякий день, Всякое утро. Луки 8, 15 Написано Там О состоянии доброго сердца. А упавшие на добрую землю, Это те, которые, Услышав слово, Хранят его в добром и чистом сердце, И приносят плод в терпении. Слово, которое мы слышим, Его нужно хранить. Сохранить, возможно, Только в чистом сосуде, В чистом сердце. И потом и плод будет в терпении. Братья и сестры, Вот такая верность Требуется Богом от нас. Верность в хранении Своего сердца чистым. И что это дает? Это дает нам великое преимущество. Во-первых, Находиться в любви у Бога, Ну, я так думаю, и у человеков. Может быть, мир и смеется над нами порой, Но они понимают, Кто есть кто, да? И в тайне своего сердца Понимают, кто где, На какой позиции стоит. И поэтому, Может быть, Некоторые люди так говорят, Знаешь, ты куришь? Я говорю, нет, не курю. Ой, ну, в юности, когда я был, Настоящие мужчины все курят. Как вы думаете, Почему они так говорят? Сегодня, можно сказать, Настоящие женщины все курят, да? Значит, почему так говорят? Да потому что Много раз бросали, Не могут избавиться от этого порока. И чтобы как-то похорошиться передо мной, Они хвалятся тем лицом, А не сердцем. Братья и сестры, Как важно, Чтобы мы могли Хранить свое сердце чистым. И тогда мы можем Хвалиться сердцем Перед Богом. И даже перед людьми. И знаете, Вот написано Второе Тимофея 2,22 Держись правды, Веры, Любви, Мира Со всеми призывающими Господа От чистого сердца. У меня есть много Братьев, сестер, Целый сон, Который, Так же, как и я, Переносят много искушений В этом мире. И знаете, Часто, может быть, Жизнью побиты. Но они борются. Они идут Со своими, Вот, Может быть, Ранами Или шишками Ко Христу И очищают Вновь и вновь Свое сердце. И это вот, Это мои братья и сестры По крови Христовой. И вот я с ними Могу призывать Имя Господне. Почему? Написано Держись правды, Веры, Любви, Мира Со всеми призывающими Господа Очистывать сердце. Нам такое право Куплено Самим Господом Иисусом Христом. Потому что Господь Грешников Не слушает. Первое, Кого, Что он слушает, Это молитву Покаяния грешника. А вот К праведным У него Наклонено ухо, Чтобы слышать Все их желания, Все их Вот чаяния, Да? И отвечать, И давать. И вот нас Не так уж и мало, Кто действительно Старается, Чтобы сердце свое Сохранить чистым. Поэтому пусть Господь поможет нам Вот Как-то зажечься Верностью В хранении Своего сердца Чистым. Это только может Желание дать Дух Святой. Мы должны, Друзья, Быть внимательны К слышанному, Чтобы нам Не пропустить Вот смысл слов. Бог хочет, Чтобы у нас Сердце было Чистым. Если оно У нас В каких-то Отпечатках Греховных, Первое, Что нам нужно, Нам нужно Покаяние. Это будет Сегодня Возможность В этом собрании И на каждом Собрании у нас Будет такая Добрая возможность. Я бы всем Пожелал, Друзья, Верности. Верности Хранения Себя чистым. Пусть Господь Прославится В нашей жизни. Помолимся. Аминь.